Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все условия для занятий спортом и комфортного отдыха. Возле 49-го дома по улице Мариса Тореза обустраивают сразу три площадки. Здесь разместят игровое и спортивное оборудование. Проводить время с пользой смогут и взрослые, и дети. Обновляют территорию по программе формирования комфортной городской среды. За исполнением следят городские власти работы по благоустройству на особом контроле главы города Елены Лапушкиной. Когда планируется завершить ремонт двора, узнала Лариса Шалафаст. Все лучшее детям решили жители 49-го дома по Марисе Торезе и приступили к благоустройству своего двора. Чтобы сделать территорию не только красивой, но и полезной, здесь разместят сразу три площадки. У нас вот теперь появилась детская площадка, колда, и площадка для тренажеров будет у нас. Я считаю, что это будет нормально, озеленение будет. Посадим у нас деревья старые выключили, посадим молодняк. Обновление территории стало возможным благодаря активности жильцов. Инициативная группа подготовила документы для участия в программе формирования комфортной городской среды. Вовремя оформили необходимые документы, разработали проект благоустройства. И теперь внимательно следят за исполнением своего замысла. Подрядчик в график укладывается. Более половины работ по благоустройству выполнены. Осталось уложить резиновое покрытие на площадке. После этого начнут устанавливать оборудование. Мы учитываем мнение жителей всех прилегающих домов. Собирается определенный коллектив людей, выбирается оборудование. Выносится это на обсуждение, согласовывается и производим работу. Работы по благоустройству контролируют не только жители, но и представители районной администрации. Мы контролируем это в ежедневном буквально режиме, но каждый понедельник здесь собираемся в таком уже расширенном составе. У нас собираются и депутаты, и активные жители. И все вопросы, которые у нас накапливаются, ну как минимум за неделю, они обсуждаются и решаются. Завершить благоустройство двора планируют до начала осени. Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в железнодорожном районе Самары обновят три двора. Еще одна территория на проспекте Карла Маркса запланирована к ремонту по проекту содействия. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Большими картами ремонтируют улицу Верхнекарьерную. Она находится в промышленной зоне Самары. Там много различных предприятий и автобаз. Нагрузка на дорогу приходится серьезная. Как ведутся работы, увидел Сергей Кизоркин. Километр и 300 метров асфальтированного покрытия должна положить бригада Антона Етманова за три дня. В профессии парень не первый год. Строил и ремонтировал дороги в разных регионах страны. Сейчас задача покрыть асфальтовым панцирем улицу Верхнекарьерную. Конечно, с душой все делаем. Все делаем качественно, аккуратно. Виды работы выполняем строго по графику. Все регулируется укладчиком. То есть на плите стоят датчики, стоят два оператора. Они следят за уклоном и за слоем асфальта. Ошибиться нет, невозможно. Также проверяется специальным щупом, рулеткой, естественно, перед катком и после катка уже. Улицу Верхнекарьерная ремонтируют большими картами. Более 100 метров в длину уже неделю укладывают новый асфальт в один слой. Перед этим было фрезерование поверхности и замена колодцев. Общая площадь асфальтирования почти 12 тысяч квадратных метров от улицы Борская до Новоурицкой. Это тот же сальтобетон, только другого типа, чем А-20. Плюс здесь применяется полимер-битурное вяжище, которое имеет лучшие физико-математические, химические свойства, показатели. Оно более крепче. Интенсивность выдерживает более автомобилей. Здесь ходит большегрузный автотранспорт по просьбе людей. Выбирает улицы, на которых применяют этот тип покрытия. При формировании плана ремонта самарских улиц учитывается мнение горожан, инспекторов ГИБДД и руководителей тех предприятий, которые расположены неподалеку. Важно для нашего города. Артерии важны любые. Транспортные, грузовые, пассажирские и так далее. Работы ведутся во всех районах города, так как мы понимаем большую значимость каждой автомобильной дороги городского круга Самара. В Самаре большими картами за год должны отремонтировать 42 участка дорог. 11 уже сделали, столько же сейчас в работе. К ремонту остальных планируют приступить в ближайшее время. Работы ведутся с опережением графика. На ряде участков ремонтируют не только проезжую часть от борта до борта, но и сами бордюры, а также инженерные коммуникации. Наносят разметку, благоустраивают тротуары и въезды во дворы. При необходимости ремонтируют трамвайные межпутия в местах пересечения с внутриквартальными дорогами. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Он присутствовал на Параде памяти 41-го года и надеется быть на Параде Победы, который пройдет 24 июня в Самаре. Память о подвигах солдат Красной Армии не забыта, но торжественное шествие в этом году будет проходить в особом режиме. Федор Алексеевич Голухих прошел всю войну, День Победы встретил в Белоруссии. В маленькой деревушке вместе с однополчанами он провел свой Парад Победы. С ветераном, на долю которого выпало и много испытаний, и много интересных встреч, познакомилась Мария Левина. Времена диктуют свои правила. Прежде чем встретиться с участником Великой Отечественной войны Федором Алексеевичем Голухих, облащаемся по всем законам режима самоизоляции. Здоровье ветерана прежде всего. Федор Алексеевич Голухих прошел всю войну, победу встретил в Белоруссии. На фронт попал 18 лет, будучи фельдшером. Рассказывает, на фронте пришлось подержать в руках и скальпель, и винтовку. Во взводе Федора Алексеевича было 30 человек. Задачей Голухих было сопровождение тяжелораненых до госпиталя. Я привозил только больных, которые ранили в живот. И они все время просили пить. А я говорю, ну потерпите. На фронте Федору Алексеевичу приходилось пересекаться с маршалами, чьи имена стали частью истории страны. Например, с Константином Рокоссовским. Случалось видеть воочию и вождя советского народа Иосифа Сталина. 6 ноября 41-го взвод Федора Голухих разбудили рано утром и отправили на строй подготовку. А потом наскоро отправили в дорогу, без объяснения причин. Солдаты не знали, куда их везут. Знали только одно – так надо. Они прибыли в Москву. Впервые в жизни увидели столицу. Большинство были деревенскими ребятами. И только во время репетиции поняли, что к чему. Им выпала честь поучаствовать в параде памяти на Красной площади. В качестве зрителей присутствовало только руководство страны во главе со Сталином. Федор Алексеевич и сослуживцы шагали в первой шеренге. Была погода. Вот такая изморозь. Лёд на брусчатке. Погода была нелётная. Самолёты не летали. Сталин был очень, очень уставший. Он в то время работал до четырёх часов ночи. Он очень уважительно относился к солдату. Вот он так. Он 26 минут всё время была в руках, как у козырька. Сразу после парада обратно на фронт. Победу ветеран встретил в белорусской деревушке, состоящей из 30 домов. Там солдаты устроили свой мини-парад. 24 июня 45-го, когда в Москве прошёл парад победы, Фёдор Алексеевич и сослуживцы гордо прошествовали по деревне. Это, вспоминает ветеран, было настоящим праздником. Люди чествовали солдат и ликовали. Война закончилась. Наступила долгожданная победа. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Почти 2,5 миллиона бюллетеней для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию подготовили в Самарской области. Печатали документы под охраной полиции. Готовые бланки типографии сегодня передала избирательной комиссии Самарской области. Рабочая группа контролирует правильность текста, плотность бумаги, наличие защитной сетки. При подготовке бюллетеней особое внимание уделили мерам безопасности. Учитывая сложившуюся ситуацию, все работники, которые принимали участие в процессе печатания, контроля, предпринимали все санитарно-пекологические меры безопасности. То есть носили и носят, используют маски, перчатки. Проходила обработка помещения, дезинфекция рук. То есть главный приоритет является охрана, безопасность, здоровье, жизни граждан. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Всего предложено более 200 поправок. Они касаются федеративного устройства страны, президентства, федерального собрания, правительства Российской Федерации, судебной власти, прокуратуры и местного самоуправления. И снова резкий скачок. За сутки в Самарской области зарегистрировали 113 случаев новой коронавирусной инфекции. Число заболевших в регионе достигло 3359 человек. Такие данные в среду 10 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. С начала пандемии в Самарской области 1570 человек выздоровели и выписаны. 34 пациента скончались. Двое за последние сутки. Индекс самоизоляции в Самаре, по данным сервисов Яндекса, на 18 часов составил 1,2 балла. Это значит, что на улице очень много людей. По итогам 9 июня индекс самоизоляции составил 1,1 балла. Это на 0,3 балла больше, чем в обычные дни до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,4 балла. То есть изменения в Самаре не такие заметные, как в среднем в других крупных городах. МФЦ после двухнедельного перерыва, связанного с введением особого режима, снова распахнула свои двери. Поток клиентов туда стремительно вырос. Основная нагрузка легла на центральное отделение. Хотя многофункциональные центры есть в каждом районе. Как они работают сейчас, узнала Мария Левина. Екатерина Попкова пришла на прием в МФЦ вместе с сыном Никитой. Без предварительной записи. В марте семья отмечала совершеннолетие сына. Но из-за ограничительных мер паспорт поменять вовремя не получилось. Сейчас наверстывают упущенное. Нас успокоили в свое время, сказали, что ничего страшного можно будет потом. Вот мы пришли сюда. Сколько здесь там еще понравилась встреча. Вот подаем документы. Наконец-то пришли. Вот в порядке живой очереди. Сразу попали. Сейчас поток клиентов в МФЦ увеличился. Люди стремятся закончить начатые до особого режима операции с недвижимостью и государственной регистрации сделок. Организация не работала полмесяца. Потом работала по предварительной записи. А с этой недели перешла на обычный график. Он несколько процентов побольше, потому что все-таки сдерживающий фактор он дал себе знать. И сейчас, когда снились ограничительные меры, небольшая волна холилась. Больше всего клиентов в центральном офисе. Во время ограничений многие, кто предварительно записывался на прием, не приходили. Организация провела огромную работу. Переговорила с агентствами недвижимости, коммунальщиками. Запись скорректировали на несколько дней вперед. А сейчас, когда появилась возможность живой очереди, посетители сталкиваются в коридорах с теми, кто записывался заранее через интернет. Быстро обслужить такой поток клиентов невозможно. Руководство МФЦ рекомендует обращаться в районные центры. Там людей значительно меньше. У нас практически 90% очереди была записана живой людей, которые приходят на запись. И, соответственно, когда мы всем сейчас говорим, что желательно приходить вживую через недельку, через дней 10. Почему? Потому что вот эти 7 дней, они уже записаны. И мы можем принять минимальное количество, которые придут вживую. В Самаре 14 многофункциональных центров. Они есть в каждом районе. И все сейчас готовы к приему горожан. Посетителей, которые придут в МФЦ без масок, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самарской области увеличилось число тех, кто обращается в центр занятости населения. Большинство людей подают документы через сайт госуслуг. Но есть и те, кто приходит на прием лично. Для этого в учреждении созданы меры безопасности. Все сотрудники и посетители находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию. Подробнее Елена Малютина. В прошлом экономиста, сейчас безработная Светлана Васильева из дома без надобности и средств индивидуальной защиты не выходит. И другим не советует. А людей, которые в общественных местах не носят маски, обходят стороной. В центре занятости населения ей сторониться не приходится. Здесь строго соблюдают масочный режим. Как сотрудники, так и посетители. А на входе каждый обязательно дезинфицирует руки. Никто не определит вот так, без тем в том, что человек болеет, а он об этом не знает. Поэтому для успокоения своей собственной души, я считаю, что нужно маски носить. Поэтому мы все тут в масках. Я думаю, что никто не против этого. Так что все только за. Ужесточение масочного режима в центрах занятости населения Самарской области восприняли с пониманием. Ничего менять в режиме работы не пришло. Здесь с самого начала пандемии сотрудники и посетители соблюдают социальную дистанцию. Для этого есть ограничительные стойки. А на полу разделительные полосы. Каждого посетителя информируют о соблюдении социального дистанцирования. С 13 апреля мы осуществляем личный прием граждан строго по предварительной записи. Обращаются у нас в основная масса дистанционно через портал работы в России или через единый портал государственных услуг. Количество обратившихся до 300 человек в день. Каждые два часа в центре занятости населения проводят влажную уборку со специальными дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Протирают все поверхности, к которым может прикоснуться человек. Елена Малютина, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других темах дня. С сегодняшнего дня заводское шоссе будет закрыто для транзитного проезда в районе строения 15 рядом с заправкой. На этом участке планируется обустроить водовод. Работы начнутся 10 июня и продлятся две недели. Водители просят заранее планировать свой маршрут. К привычной схеме движения на заводском шоссе должны вернуться 24 июня. А до этого момента автолюбителям придется пользоваться схемой объезда этого участка. Из сегодняшнего дня в Самаре перекрыта улица Гаражная. Она соединяет транспортные потоки, движущиеся по улицам Авроры и Революционной. Причина ограничения движения по Гаражной – замена аварийного трубопровода. Неудобства автолюбителям придется терпеть до 22 июня. Администрация Самары предложила горожанам схему объезда перекрытого участка. Перевозки по дачным маршрутам в Самаре возобновятся после окончания режима повышенной готовности и снятия ограничительных мер. Об этом в Твиттере сообщает Департамент транспорта Самары. Напомним, ограничительные меры в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой были продлены до 16 июня. Но с некоторыми послаблениями при ужесточении масочного режима. Самарцы смогут купить билеты на двухэтажные поезда до Москвы. Новые вагоны СВ появились на Куйбышевской железной дороге еще в мае. Курсировать подвижной состав будет с последующим маршрутом. С 11 июня в составе поезда номер 49-50 «Самара-Москва», с 13 июня в поезде номер 25-26 «Ижевск-Москва» и с 15 июня в поезде номер 52-51 «Пенза-Москва». Как сообщает ВРЖД, это будут двухместные купе. В вагоне работают системы контроля безопасности и связи. Поддерживается микроклимат. В Самаре возобновились теплоходные прогулки по Волге на суднах типа «Москва». Отправление с речного вокзала. Продолжительность рейса – полтора часа. Старты намечены пять раз в день. Расписание можно уточнить на сайте. Стоимость билета в понедельник, вторник, среду, четверг для взрослых будет составлять 380 рублей. Для детей от 5 до 10 лет – 230 рублей. В праздничные дни, выходные дни и в пятницу – 430 рублей и 300 соответственно. Перед поездкой всем гостям теплоходов будут измерять температуру. При себе необходимо иметь личные средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Тщательная подготовка – залог успеха. В самарских школах начались консультации для выпускников, которые планируют сдавать ЕГЭ летом 2020 года. Как проходят занятия в условиях самоизоляции, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Какое количество теплоты получил газ на участке 2-3? Давайте с вами разберем. Вышли на финишную прямую. Во всех самарских школах проходит подготовка учеников к сдаче единого государственного экзамена. Преподаватели работают с детьми в режиме онлайн из-за действующих в регионе ограничений. На ежедневных консультациях учителя делают все возможное, чтобы помочь выпускникам сдать экзамены успешно. Преподаватель физики Анастасия Домченкова в профессии уже 6 лет. Она имеет опыт проведения онлайн-уроков, поэтому сложностей при работе со школьниками не возникает. Мы проводили в апреле и в мае, у нас были онлайн-уроки, уже привыкли, дети тоже уже привыкли и, наверное, проходит нормально. Такой формат работы не должен сказаться на итоговых результатах ЕГЭ, говорят педагоги. Все сложные моменты можно разобрать с преподавателем в индивидуальном порядке. Когда возникают вопросы, они мне пишут либо в личные сообщения, либо присылают какие-то задания на почту, в социальных сетях. И я уже подбираю задания, смотря какие больше вопросов, точнее, более удобные для того, чтобы ответить на все вопросы, которые у них возникают. Консультации в самарских школах начались с 1 июня. Ученики, которые сдают ЕГЭ, могут ознакомиться с расписанием занятий на сайтах учебных учреждений. В конце июня в Самарской области проведут пробные экзамены. Первыми сдавать ЕГЭ будут те выпускники, которые выбрали географию, литературу, информатику и ИКТ. Эти экзамены пройдут 3 июля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре поддерживают представителей малого и среднего бизнеса. Из-за закрытия границ больше всего пострадали экспортеры. Сейчас бизнесменам предлагают перейти на электронные торговые площадки. В чем преимущество нового формата, расскажет Мария Левина. Самарским предпринимателям, занимающимся экспортом, предлагают перейти на электронные торговые площадки. Из-за закрытия государственных границ их деятельность смогла существенно пострадать. В такой ситуации бизнесмены остро нуждались в государственной поддержке. И получили ее. Чтобы все разложить по полочкам и ответить на вопросы представителей бизнеса, городские власти провели онлайн-конференцию. Это наиболее актуальный сейчас канал сбыта непосредственно своей продукции, своих услуг. Поэтому мы будем их учить бесплатно сопровождать, как именно и на какие площадки им лучше ходить. Конференция и ежемесячные семинары для бизнесменов проводятся благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На занятиях предпринимателей знакомят с нововведениями в законе, актуальными бизнес-инструментами и существующими денежными грантами. Сейчас городские власти заботятся о поиске подходящих электронных площадок для торгов для каждого отдельного бизнеса. Формируется электронный каталог экспортеров. Зачем этот каталог нужен? Ну, во-первых, для вас это верный способ заявить о себе свои продукции и получить прямые заявки от иностранных партнеров. Традицию проводить обучающие семинары для представителей малого и среднего предпринимательства в Самаре продолжат. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Самоизоляция с пользой для души и для дома. Самарская семья Сергаевых знает, как создать уют без лишних затрат. Оказавшись в вынужденном отпуске, они создают уникальные вещи. Причем в ход идет все, что под рукой. Влада их трудов оценила Елена Малютина, для которой Сергаевы провели мастер-класс. Не пугайтесь, что поддон вот такой некрасивый у нас поддон. В результате он будет очень нарядный, очень будет нас радовать. С молотком, гвоздями и ножовкой по дереву хрупкая блондинка Надежда Сергаева управляется не хуже крепкого мужчины. Из металлопластиковой трубы и алюминиевого кабеля она сооружает держатель для инструментов. А чтобы он радовал глаз, планирует украсить его горшками с цветами. Во время пандемии коронавируса семья Сергаевых ушла на самоизоляцию. Но говорят, скучать не приходится. Живут они в частном доме с большим участком земли, поэтому всегда есть чем заняться. Причем материалом для творчества Сергаевым служит строительный мусор. У нас с вами готов держатель для цветка. Это красиво, это очень эстетично. Мы использовали с вами отходы, которые многие другие просто сжигают. А еще мы можем использовать этот же поддон как держатель для лопат, для инструмента дачного. И получается у нас с вами органайзер. И таким образом мы еще решаем проблему порядка на даче, а не только красоты. Сейчас я попрошу сыновей, идемте, а то здесь тяжело. После того, как сетка прикреплена, поддон нужно пройти наждачной бумагой или покрасить акриловой краской на водной основе. Она лучше сохнет и ее проще обновлять. На все про все ушло около получаса. За время самоизоляции Сергаевы соорудили стол для барбекю из европоддонов. Беседку, которую сыновья шутку называют троном, а недавно решили сделать на участке дренажную систему. При ее строительстве не потратили ни копейки. В землю закопали бочку, крышку для которой сделали из фанеры. К ней прорыли траншею, в которую опустили старые пластиковые трубы, а в завершении украсили все природным камнем, который остался от строительства дома. Во всех начинаниях надежде помогают сыновья и мама, которая нередко и выступает генератором интересных идей. Первое, мотивация как раз совместный труд. Это и должны мальчишки видеть. Все это очень здорово, как и совместные чаепития, и вообще любые совместные дела семейные. Да, это очень печально получилось, что вот болезнь. Но все равно же преодолеем. И, господи, нам ли в России чего-то бояться. Все получится. Режим самоизоляции во всей стране постепенно заканчивается, а идей у семьи Сергаевых нет. Так что вскоре надежде придется искать баланс между работой и увлечением. А материал всегда под рукой. Стоит только по-новому взглянуть на привычные вещи. Елена Малютина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова